Доложаю, коллеги. Представлюсь. Самохвалов Владимир Николаевич. Следующий доклад мой. Называется «Исследование силового действия массодинамических полей в вакууме». Для тех, кто присутствовал на двух предыдущих конгрессах, может быть, будет понятно, о чем идет речь, поскольку я там докладывал. Ну, коротко, сейчас вводная часть. Итак, есть какая-то несправедливость в природе, что электрический заряд имеет свои проявления в статике. Это электростатика, магнитное поле, тромагнитное излучение, а масса почему-то проявляется только в виде гравитации. Хотя в теории Эйнштейна там вроде бы есть гравидинамические силы, которые описаны в физической энциклопедии под редакцией Прохора, но считается, что они настолько мизерные, что никакого влияния в природе не оказывают. Вот. А так вот, я об этом не знал, когда начала свое экспериментальное исследование, и обнаружилось, что вообще-то в природе существуют достаточно большие силы, которые вызывают значительные силовые эффекты. Эксперименты проводились в вакууме. Вот так. Так, что у нас здесь случилось? Итак, о чем идет речь? Эксперименты проводились в среде вакуума. Так, это видеофайл. Сейчас я запущу и остановлю их. Так, итак, это вакуумная камера, толстостенная вакуумная камера, толщина на весь экран. А, на картинке? Нет, вот это, по-моему. Итак, здесь мы видим толстостенную вакуумную камеру. Она закрыта с торца орхотекла, толщиной 40 мм, поэтому позволяет рассматривать все, что происходит внутри. Итак, первая схема. Здесь находится у нас диск. Хочу сказать, что все эффекты проявляются при вращении диска только динамически несбалансированного, то есть имеющего перекоса, ну, моменты избаланса, будем говорить, точнее даже. Диск вращается электродвигателем. Ну, это частота вращения в экспериментах порядка 6-7 тысяч оборотов в минуту. И в первом эксперименте у нас, видите, расположен экран. Экран массой порядка 50 грамм, который висит на рамке. Он еще закреплен дополнительной нитью кверху, для того, чтобы гарантировать, что экран не может никогда кашнуть диск. Между диском и экраном зазор, ну, в данном случае, порядка несколько миллиметров. Я сейчас покажу, что происходит, а потом перейдем к следующему. Включающийся вращающийся динамически несбалансированный диск, над которым установлен экран. Экран имеет возможность скачания на коромысле. Коромысло статически сбалансировано. А вес самого экрана, в данном случае, порядка 16 грамм. Он состоит из картонных оснований. Сейчас я посмотрю. Сверху, в данном случае, у нас медная пластина, снизу алюминиевая. Как видно, между диском и экраном зазор порядка полутора-двух миллиметров. Подаем напряжение питания. Сейчас будет сумка, поэтому, наоборот, будут включать. Обязательно. Нет, этих двигателей съемок много. Вот вы видите, между диском и экраном зазор. Гарантирован геометрический. И сейчас, по мере раскрутки, начинается так. А, я брал звук, что ли? Не, не давно. Величина, сколько там, в случае, невелика. Напряжение питания 20 вольт. Увеличиваем напряжение питания до 30 вольт. Величина, сколько, обрастает до 45-60 градусов. Увеличиваем напряжение питания. Это, как раз, как раз, как раз. В общем, понятно, о чем идет речь. Хочу сразу показать. Немножко сейчас так. Итак, до этого проводил эксперименты. Вот этот эксперимент, эти графики построены, для случая вынужденного вращения дисков. Хочу сказать, это предыдущие эксперименты. Над одним диском располагался другой. Первый диск приводился во вращение электродвигателем. Второй диск, электромотор, электродвигатель был отключен от электричества. По мере разгона одного диска, происходило вынужденное вращение второго диска. Он вращал не только себя, но и свой электродвигатель. И для того, чтобы остановить это вращение, приходилось на электродвигатель подавать давление порядка от 0,3 до 0,8 от того напряжения, которое подавалось на ведущий двигатель. То есть возникал сильнейший крутящий момент. Хочу сказать, что все это происходило в вакууме. И причем эффект зависит от глубины вакуума. Диски механически не контактируют. Хочу сказать сразу, что первый вопрос возникал, что вы можете электромагнитные эффекты. Нет, эффекты возникают независимо от материала диска. Это может быть и картон. Деревянные рамочки здесь будут видны. То есть электропроводный материал, неэлектропровод, никакого значения не имеет. Нет, эффект возникает силовой и достаточно большой. Сейчас мы будем эти вещи смотреть. Я ищу диск излучает. Излучает. А о чем я хочу сказать? Излучает то, что можно завалить. Излучает что сразу? Насчет электромагнита Волок. До предыдущих конгресса я говорил, повторюсь. Еще 101 год назад великий наш физик Петр Николаевич Лебедов проводил эксперимент. Он пытался проверить гипотезу о том, что при вращении электропроводной массы возникает магнитное поле. То есть магнитное поле Земли. Провел эксперимент. Доказал, что ничего не возникает. Эксперименты повторялись. В 1928 году американцы проводили. Давайте дадим. Здесь феромагнитный материал. Разница большая. Феромагнитик, он уже магнитный материал. По-моему, вы уже на предыдущих конгрессах слушали, не отъявляет даже то, что вы сказали вопрос. Изложите суть и все. И свое точное зрение. А все, что иное потом. То, что, во-первых, здесь посмотрим на график первый. То, что при нормальном отовсевом давлении эффект вращения вы должны практически не возникает. А по мере глубины вакуума эффект возникает значительно. То есть воздушная среда создает экранирующие действия. То есть никаких газодинамических процессов здесь говорить нельзя. Наоборот, эффект противоположен по своей сущности. Эффект зависит от расстояния между дисками в данном случае. И вот как раз зависимость величины вращающего момента от зазора между дисками. Сразу возникали вопросы, какие эффекты. Первое. О чем точно говорили. Электромагнитные эффекты. Их нет. Дело в том, что последние эксперименты на этот счет проводились в Дубне. Публикация 1981 года. Васильев, он как раз в последствии директора этого института. Вращалась масса 1 кг из ртути с частотой 30 тысяч оборотов в минуту, насколько я помню. Используя сквиды, то есть сверхпроводящие квантовинферационные детекторы, никакого магнитного поля электрических эффектов зафиксировано не было. Поэтому вопрос на эту часть уже закрыт. В каком диапазоне? Ну, это лучше к Васильеву обратиться. Ссылку на статью могу дать. То есть я еще подчеркиваю, что эффект не зависит от электрических характеристик материала. Вращается диск картонный, алюминиевый. Пластик, бумага никакого значения не имеет. То есть электрические эффекты здесь не проявляются. Тем более, что сам я, поскольку в свое время занимался электромагнитной обработкой материалов, немножко с этой области знаком, я проводил измерения с поли-индуктивных датчиков, там прочих, прочих. Попытаюсь зафиксировать эти вещи. Электростатическое поле, магнитное поле, электромагнитное звучание. Ничего нет. А показатели меняются в зависимости от смены диска? Понимаете, точность экспериментов, которые проводил, не позволяла мне качественные эффекты исследовать. Количественные характеристики тяжело просто было бы поймать. Но для этого нужна более точная оснастка. Хотя я замечал, что будет показывать эффект экран из меди и, допустим, деревянной, что у меди, по-моему, давление на нее чуть выше оказывается. Причем здесь силы, хочу потерпнуть, имеют объемный характер. Чтобы больше не быть голословным, буду показывать еще. То есть это видеосъемка, которая показывает, что расположение красной защитки имени. Достаточно давление примерно 0,05 тор. В камере установлено устройство, включающее динамичную голосовую диск. Вращаем электромотором пусть моторы диска в данном случае горизонтальном, а экран подвешен на кромыслие вертикально. Подает напряжение питанием. Как мы видим, между диском и экраном есть зазор. Пока оборота мало, экран не подвешен. А вот сейчас началось его отталкивание с ростом числа оборотов. Увеличиваем напряжение питания. И вот так у меня еще более растет. Я буду быстренько по всем слайдам. Теперь, вот это были плоские экраны, имеющие площадь. Можно было предположить, что это какие-то поверхностные силы. Но затем были эксперименты с проволочными рамками и другими. Откачка воздуха в камере завершена. Откачка воздуха в камере завершена. Откачка воздуха в камере примерно 0,05 тор. В камере установлено устройство, включающее в себя динамически несбалансированный алюминиевый диск, вращаемый электромотором. А также устройство в виде проволочной рамки. Рамка сделана из стали медной проволоки толщиной 2,9 мм. Как мы видим, она установлена с зазором относительно диска порядка 2 мм. Сама рамка была статически забалансирована, но на ней, на ее усы, указатели навешаны в два груза. Подаем напряжение питанием на электродвигатель. Началось вращение. Поскольку механического контакта нет, то первоначально никакого взаимодействия рамки и диска не наблюдается. С увеличением числа оборотов начинается вибрация и отталкивание от крана от диска. Вибрация отталкивания невелика, порядка 10-15 градусов, иногда 80-30 градусов. Уменьшаем напряжение питания на электродвигателя. Обороты падают, уменьшается и величина отталкивания. Вот она прекратилась. Теперь повторно увеличиваем обороты электродвигателя. Набираются обороты и снова началась вибрация. Ну я на этом остановлюсь. По этому слайду. Поскольку я предполагаю, что у вас есть возможность в дискуссии, я лучше покажу, расскажу и готов отвечать на любой вопрос. Поскольку я этим вопросом занимаюсь давно. Так, это эксперименты, которые проводились, эти первые эксперименты были в моей лаборатории. Устройство, имеющее вращающийся динамический диск. А, это вот ситуация, что такая. Диск экран, жестко закреплен на консоли. Установлен экран размерами 40 на 50 миллиметров. Медная пластина. Экран закреплен на консоли. Это стальная пластина с течением 5 на 12 миллиметров. Подаем напряжение питания. Как мы видим, на диске появилась изгибная волна весьма значительная. При этом механического контакта диска и экрана не происходит. Между ними есть гарантированный зазор. Экран тоже колеблется. Однако касание не происходит, чтобы сопровождалось бы звуком касания металла по металлу. Уменьшаем напряжение питания. Остановлю, хочу сказать сразу. Я, в общем-то, здесь, в этом случае, под экран, чтобы гарантированно для себя зафиксировать, что нет касания, я шкурочки зачищал каждый раз. То есть, когда раз смотрел, то, чтобы никакого контакта механического не было. То есть, это бесконтактное взаимодействие. Причем, говорю, экран может быть из любого материала. Затем эти эксперименты, которые сейчас показывают. Я проводил себя в лаборатории в Самарском университете в пути сообщения. Затем следующий эксперимент я проводил уже в Арокосмическом университете в Самаре. В Центре Космической Энергетики. Просто причина простая. У меня был вакуумный насос, который позволял обеспечить вакуум только 10-1, а там где-то уже на 10-4 можно было выходить. Ну, на 10-3 я уже делал. Точнее, 8 на 10-3 эксперимента проводил. На 10-4 эксперимента проводил. И вот сейчас покажу эксперимент, где одномоментно присутствуют две рамки. Одна из стали медной, другая деревянная. Два на 10-3 миллиметра артутного столба. Подаем напряжение питанием. Видите, зазор достаточно большой. Между экранами и редиском зазор остался прежним. То есть до проволочной рамки порядка 2 миллиметров. И до рамки из деревянных пластин порядка 3,5 миллиметров. Началось ращение. И началось отталкивание. То есть эффект по-прежнему имеет место. Вот это все медное. Вот началось отталкивание и деревянной. Периодическое отталкивание деревянной рамки. Обороты относительно небольшие. Где-то порядка 6-7 тысяч оборотов в минуту. Так. Временно отключаем питание. Обороты падают. Прекращается постепенно отталкивание. Как мы видим, гимметрический ажор по-прежнему наблюдается. Повторно увеличено. Я время остановлю. Тут есть небольшая затяжка по времени развития процесса. Что-то не мгновенно возникает. По мере частоты вращения происходит то, что я объясняю. Спиновая поляризация вещества. Причем у меди происходит от непроцесса быстрее. Она быстрее начинает отталкиваться. Но, как вы заметили, по мере снижения частоты вращения. И быстрее прекращается вращение. А деревянная чуть позже начинает колебаться. Но зато продолжает колебаться еще, когда уже медное остановилось. То есть процесс задержки есть некоторый временной. То есть от материала все-таки зависит? Зависит, да. Тут, в общем-то, я почему категорически утверждаю, потому что я не мог здесь провести количественные эксперименты. Но вот оценка позволяет это делать. Я сейчас закончу с этим. Потом перейдем к тем вопросам, которые возникали. И последний эксперимент. Проман задних экспериментов. В вакуумной камере произведена ткачка до остаточного давления. 8 на 10 минус 4 миллиметра ртутного столба. Так, я расскажу, что за устройство. Здесь вот это тоже диск, вращаемый электродвигателем. Здесь установлен восьмиугольный экран. Восьмиугольный просто без какой-то мистики, а просто мне удобнее было его сделать. Экран установлен с возможностью осевого перемещения относительно диска. Он подпружинен. Вот здесь пружина потом будет видна. Она установлена с начальным усилием сжатия 2 ньютона. Экран имеет возможность вращаться, преодолевая сопротивление в пружине, во всех этих узлах. И имеет возможность отталкиваться от экрана. И вот сейчас продолжаем. Капер установлен устройство, имеющее вращающийся динамически заблокированный диск, вращаемый электродвигателем, с зазором автостильного которого установлен картонный экран, покрытый алюминиевый фольгой. Первоначальный зазор между диском и экраном порядка 3-5 миллиметров. Экран имеет возможность вращения и осевого перемещения от диска. Еще остановлюсь. Вот здесь потом будет видно, вот здесь стоит пластина, это тензодатчик, он подключен к тензодатчику. Устройство было оттарировано, можно было замерять то усилие, которое возникает при отталкивании. Затем было экспериментом, видеофильма, правда, не будет, но эксперимент, когда я тензодатчик ставил в другом, здесь видно упор, что можно замерять, это был крутящий момент. Экран подпружинен. Подаем напряжение питания 30 вольт. Весовое вращение, как видим, зазор между диском и экраном есть. Нитрадиционный воротник выбирает обороты. И начинается вынужденное вращение диска, его отталкивание с удивительным поколебанием. И вот следует колебать на дуэчика. Причем имеет место то, что как у футбукл-функера это постоянная такая-то влесина, которая-то из-за стандартных фиксировалась, и еще есть колебания небольшие, которые связаны с тем, что, в общем-то, усилия, скрутили с усилию зависит от лечения зазора, через то, что система колеблется, с усилию зависит от лечения зазором. Это зашла становка. Геометрический зазор между экраном и диском сохраняется. В этом случае усилие отталкивания порядка 2,5 привычка на гранатизированную зверенную. С набором числа оборотов электродвигателя и вывески начинают... Вот опять двигатель. Отсталкиваем этот задатчик. Каким, кстати, платим этот задатчик? А так по его отсталкиванию опять линию он откладеет стенд задатчиком. Начинать откладеет пассажир порядка 1,5 мм. По-прежнему он наблюдается. Частота вынужденного осилия составляет несколько оборотов. Я, в общем-то, остановлюсь, поскольку мне лучше отвечать на вопросы. Я хочу сразу три альтернативные версии, которые воздвигались. Влияние воздушной среды. Я уже сказал, что чем глубже вакуум, тем эффект сильнее проявляется. Следующий эффект. Электромагнитные эффекты доказаны, что не только мной что не возникают. И третий, то, что вибрации, как в этих экспериментах, они никакой роли заставят вращаться. То есть вибрации несущественно. И потом я напоследок покажу то, что происходило в первых экспериментах. Это когда я на дисках размещал пленку. Пленка бывала или из фольги алюминиевали, в данном случае, как стресс-пленки, то есть пищевая пленка. Вот видите, просто экран. Затем в процессе вращения диска экран отталкивался. Если был гидридинамический эффект, то, наоборот, за счет заробежного эффекта разрежения притягивался, он отталкивался. По нему была видна изгибная волна, и видите, что происходило с этой пленкой. Она просто вытягивалась до такой степени, что рвалась даже. За счет крутящего момента. Отвечаю на вопрос, президент, насчет силы притяжения. Давайте я, во-первых, скажу просто свое мнение, что здесь, конечно, вот те самые термодинамические силы, о которых я сегодня пытался с утра говорить. Нет ни электрических, явно ни гравитационные, они слишком слабы. Это явно термодинамические силы. Каким образом, если там вакуум? Термодинамические силы, они как раз в вакууме, в эфире и распространяются. Почему? Ну, так же, как свет. Нет, извините, пожалуйста. Какое-то имеет отношение. Термодинамика пока, предположим, газ какой-то. А так же ничего нет? Он же у него вакуум. Ну, вот свет в вакууме ведь движется, правда? Ну, то, что я называю, в общем-то, есть у нас электромагнитное излучение, а я называю это массово-реационное или квадрупольное излучение. Оно тоже существует, только эффект производится не электрическими зарядами, движущимися, а движущейся массой. Скажите, а материал... Ну, давайте на дискуссии я поясню. Я сначала отвечу на вопрос, который возлющен. Ваша версия? Моя версия. То, что в процессе не просто вращения массы, а имеющийся динамический балл, возникает излучение, которое называем, ну, там, переменные массодинамическое излучение, которое приводит к поляризации, будем говорить, вещества, то есть возникновения спинов, то есть вещества экрана в данном случае. Ну, да, поляризация. Поскольку спина становится одинаково ориентированной, в отличие от хаотического, при естественном процессе, то, поскольку спина в одну сторону, закон сохранения момента никто не отменял, то есть все вещество приходит, то весь материал приходит в вращение в противоположную сторону. Распит вся термодинамика как раз. Экрана. А как, чтобы он его популяризовал, оттуда должен идти воздействие? А воздействие? Чего? Вот то, что я называю... Термодинамического поля. Подождите, это ваше версии, а не его. У меня термин, который возник с самого начала. То есть есть аналогия. Если есть электростатика, магнитное поле, электромагнитное излучение, то здесь гравитация всем известна. Да, потом массодинамическое поле и то, что я называл массово-реационное излучение. Ну, может, термин... Ну, это сведение непонятного к неизвестному. Ну, да. Да, да, да. Нет, ради бога. Но дело в том, что непонятное к неизвестному, тем не менее, Виттерн, что делает это неизвестное? Нет, ну, надо искать причину. Надо искать. Через вопрос есть факт. Факт, да. Это, понимаете, инвалидность. Он может не зафиксировать. Так, так, так. Я в процессе обсуждения готов более подробно рассказать, как я это понимаю. Пожалуйста, краткий вопрос и все остальное на дискуссию. Ну, люди ждут своих поступков. Я там дорисуюсь сейчас две... Ой, ой, ой. Это не вопрос, это дискуссия. Я объясняю этот опыт элементарно. Так, вы будете компенсировать время... Дело в том, что, чтобы сделать этот опыт наиболее корректно, я думаю, там какой бы вакуум не был, но там может... Ну, там что-то есть, да. То есть, вот у нас есть два диска. Я рекомендую вам, можно вот просто ниточки повесить, чтобы понять, есть там движение среды или нет. Особенно, когда у нас вертикально, чтобы вот одна ниточка вот здесь висела, одна ниточка вот здесь висела. Будет ли захват, то есть вот движением этой среды окружающей, меняться положение... Сказано же, среда влияет как раз отрицательно. Если среда есть, то эффекта нет. Чем лучше вакуум, тем эффект более ярко выражен. Это первое. То, что зафиксировано четко уже. Чем меньше воздуха, тем лучше. Но тем не менее. Теперь я вот за счет возникал вопрос. Я вот над диском вешал, допустим, крутильные маятнички. Вот, допустим, он вращался. Маятник располагался вот здесь. Потом, когда диск был в таком положении, маятники подвешивались вот в таком образом. То есть они вращаются в любом случае, причем на несколько оборотов закручиваются, опять-таки. То есть реальные силы. Независимо от того, в какую сторону вращается диск. Правда, вот вращение их связано с направлением вращения диска. Все, спасибо. На дискуссии. Все, я прекращаю. Вопросы я прекращаю. Прекращаю. С литочками. С литочками тоже. Да я не видел здесь-то. Понимаете, вы сейчас смотрите работу 5 минут, а я занимаюсь уже 10 лет. Я много чего делаю, о чем я сейчас не успел рассказать. Так.